так всем привет мы приехали на чемал здесь мы остановились 3000 сутки таким видом на речку вид шикарный погода хорошая сейчас мы поедем на чемальский грез там потусуемся но а такая да Основа на 1935 Выведена из эксплуатации 2011 Где здесь? Ты здесь первый раз Вон, смотри, человек летит Видишь, что он летит? Субтитры делал DimaTorzok Ну и погодка, конечно, нам подосрала. Друзья, не забываем подписываться на канал. Скоро поедем на Байкал. Итак, мы приехали в зоопарк. Лохматая ферма. Да, Лохматая ферма называется. Посмотрим, что там. Хоть народу немного дает, смотрю. А завтра пойдем, сходим в церковь. Как она называется? На остров Патмос. На остров Патмос. Ваше местоназначение находится справа. Сын, ты как бродяжка выглядишь. Мама, здесь настоящие будут? Конечно. Смотрите, ты перезалезайся. Все. Смотрите, а вот мистик большой. На починку. Они везде. Смотрите, вон он, заяц сидит. Смотри. Ой, кролля. Что делать? Вон заяц тебя ждет. Сына, пошли кормить заяц. Он сейчас убежит. Давай я буду держать, а ты будешь кормить. Гришка. Смотри, ему надо вот это вот дать. Смотри, аккуратно. Морковка. Какая разница? Гришка. Гришка, иди сюда. Гришка, Гришка. Смотри, какой. Морковка. Гришка, на. Вот там. Подожди, подожди, подожди. Ты ему так не кидайся потихоньку. Здорово, Гришку позови. А это уже яблоко. Вон маленький беленький, смотри. Щенок. Смотри. Смотри. Ой, смотри. Там малючка. На, малыш, малыш. Вот он, маленький идет. А это ему дали уже. На, маленький. Смотри, он же щает. Умывается так. Кушает, да? Ты иди скорее. Да пониже, пониже сделай. Посмотри, моя сладкая. Все, ушел бы. Ты меня красивая. Смотри, какой красивый. Смотри, какой красивый. Смотри, какой красивый. Он что-то радуется или у него хост просто рудится? Нет, он радуется походу. Это девочка, значит, свинья, да? Синь, не надо его трогать. Ну, нахуй. Ну, это кабанчик. Кабанчик? Какая разница, он поднялся под этим рогами? Да он маленький. Ой, господи. Кожелый. Тебе кажется, что он маленький? Хорош. Рога-то маленькие, а могут... Данил, смотри. Сейчас бы какого-нибудь вот этого барашика распечатать, бы межреберное забрать и мангалцам сразу присолить. Смотри, аккуратнее эти козлы-то перепрыгнут через забор. Легко вообще. Смотри. Тонь, ты не могла пониже ему дать? Чипованный. Чипованный, да. Да ебать. А этот чипованный, он шальник, шальник. Ой, это страусы, да? Не-не-не, это какая-то другая тема. Чипованный. 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 Нафига. Чипованный, смотри. Прикинь там и все кролики тусуются и все. А где кролики? Нет, они не так... Цыгане, цыгане, за вами кабан, ходит это гид ваш гид ломхогорский гусь белый здоровенный белый кусается у него глаза красные а это добрый шоколадный здоровее как он по лицу видно як 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 тут все мишанина квартиру миша небольшая смотри вон там мордачки спит спит и не обращать ни на кого внимания у что надоели ходит а вот лист чернобурки берет лапками прям хлебушек вот так видишь высовывает вот так и берет даже одной вот так берет варя хорошенькая да ой 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 кушать хочет а нету моя зайка закончилась это кто три сагусты или это пазаны смотри вон там что там он встал птичка сейчас Лиза зайдет сонок и мы пойдем ух ух какая красота смотри какой красивый павлины павлин синий павлин синий он спричатся к кровоскому нифига у него крылья смотри у него крылья какие О, вот про кого я тебе говорю. Только у них нет нормальной челки. Ехали на остров Патмос, тут святое место. Сейчас мы покажем все. Образ Богородицы все видят? Да. Ну, начнем. Вы откуда приехали? С Новосибирска. Мы с Невосибирска. Мы с Невосибирска. Ну, наверное, не первый раз. Соседи, в принципе, все наши. А как перевести на русский язык слово Алтай? Да, все верно. Обычно на каждой группе задаю, но почти никто не знает. Поэтому респект вам, чтобы вы в курсе оказались ситуации. Действительно, на этой территории всегда жили разные народности. В советской власти их все назвали алтайцами. Ну, как-то так. Вот алтайские горы, люди, вот алтайцы. Хотя это далеко не так просто. Здесь жили и живут тубалары, пумандинцы, челканцы, шорцы. Вот в Кемеровской области кто оттуда живут шорцы. Это северные алтайцы. И южные алтайцы, теленгиты, телесы, телиуты, алтайкижи. Но они друг друга понимают. Это не Дагестан, где за соседней горой практически уже другой язык. Они, наши алтайцы, понимают. И татар, и якутов, и калмыков, и бурят, и монгольцев, и казахов. То есть это тюркские народы. Но у них все равно не себя позиционируют алтайцами. У них есть институт алтаистики в горно-алтайске. Интересные статьи, кстати, пишут. Есть топонимические словари алтайского языка. Большое, крупное здание, двухтомник. И, полистав его, можно найти переводы разных наших названий сел, гор, рек с разных тюркских языков. Из алтайского языка Алтай будет трактоваться как высокие горы. Ну, горы у нас действительно высокие. Хотя вот эти вершины, вот, вокруг Чимала 600-700. В основном метров гора Бешпек. Вот эта гора около 600. Та гора Верблюд почти 1000. И гора Крестовая, она с востока над Чималом. Ее вот там в проходе видно, за пилоном моста. Она такая немножко как бы в дымке. Она достигает высоты 4 километра 1336 метров. А самая высокая наша гора, это Бегуха. Может быть, слышали про это название. Она высочайшая вершина Центральной Азии. Ее высота 4 километра 509 метров. Ну, вот, можете сопоставить относительно этого, если вы вживую ее у нас не видели. Но ученые все-таки считают, что перевод тапонима Алтая идет с монгольского языка. И с монгольского талтын это золото или место, где есть золото. Поэтому Алтай очень легко запомнить. Будете в следующий раз ехать и вспоминать это. Это золотые горы. И золото у нас есть. Его мыли, добывали. Самородки алтайцы даже находили величиной с конскую голову. Но не только поэтому золотой Алтай. А еще и потому, что те горы наши высокие, которые покрыты вечными снегами, ледниками, они на закате и восходе, когда яркие такие феерии разыгрываются на небе, они становятся огненными. Очень красивое явление. А визуально Алтай золотый можно увидеть совсем скоро, в октябре месяце, в первой его декаде. Лиственница у нас станет желтой, такой оранжевой. Поэтому визуально Алтай будет тоже как бы золотыми горами. Но у нас здесь в основном сосна, лиственницы мало. Только если где-то по верхушкам, единично, она встречается. Здесь небольшая высота для ее произрастания. Ну, теперь Чимал. Чимал, как населенный пункт, у нас образовался в 1842 году. Но эта дата какого-то событийного эффекта на себе не несет. Алтайцы селами никогда не жили. Они жили разрозненно, по лагам, урочищем. Занимались отгонно-пастбищным скотоводством. А селы у нас образовывали в основном, ну, как и везде в Южной Сибири. И в Сибири вообще переселенцы из европейской части, русские. И в основном волна большая переселенцев шла в 19 веке. Поэтому почти не ошибетесь, наши села все 1800 и какой-то год столетия. Но есть, конечно, и исключения из правила общего. Первый православный монах, вот именно монах, он был из Саровского монастыря. Звали его Иоанн. Приехал сюда в Чимал в 1850 году. Ну, приблизительно. Есть разные толки. Или 49-й, или 51-й. Он приехал не один, с 30-ю переселенцами. И крестьяне были из сопредельных к Алтаю, сибирских губерний. И они построили здесь, в Чимале, небольшой походный храм. И место стало называться Чимальским в те годы, Чимальским станом Алтайской духовной миссии. У нас станов было несколько на современной территории Республики Алтай. Стан как способ поселения, церковь чаще всего большая. И вокруг дома алтайцев или русских. А вот Алтайская духовная миссия, это был такой проект духовенства на тот момент нашей церкви. Который был направлен на обращение местных жителей, нерусских, инородцев. Вновь вошедших в территорию в состав империи в те времена в православную веру. И процесс, кстати, именно Алтайской духовной миссии был очень успешным. Успешнее, во всяком случае, за Байкальской духовной миссией. Где, ну, в основном все равно буддизм. Есть там тоже православие, но не так, как вот на этой территории. В 1855 году сюда уже в Чимальский стан мы это выяснили. Приезжает епископ Томский. Ну, вот где Томск, очень далеко, ближе к вашим даже территориям, чем от нас. Почему именно Томский епископ сюда приехал? Потому что Алтай после вхождения в состав России, это было в 1756 году, становится сначала частью Тобольской губернии большой, потом уже и Томской. И больше 100 лет находился в составе Томской губернии. Поэтому епископ так далеко приехал. Зачем? Он посмотрел походный храм, поговорил с новокрещенными, с алтайцами. И с того скалистого берега, вы вот по мостику шли, скалы на том берегу красивые видели, очень живописные. Здесь на острове точно такие же, чуть позже, когда пойдете, после экскурсии, ну, рассказов, видите. И он, осматривая эту местность, увидел этот островок. И у него возникло желание на остров прибыть. Он сюда, его на лодочке сопроводили. С той стороны на остров он взошел. Там даже, кстати, старую тропинку видно в предзимье или после таяния снега. Сейчас травостое, она зарастает, не видно. Основание старого деревянного моста, который в начале прошлого века сюда вел, тоже в ту сторону мостик был, деревянный. И здесь на острове епископ прочувствовал какую-то невероятную благодать. Ну, или место силы, сейчас говорят о таких местах. Ну, вот так же, наверное, было. Тишина, ни лодок, ни самолетов, ни вертолетов, ни линии электропередач, только шум Катуни, невероятная благодать. Практически, конечно, людей здесь не было. И он посчитал, что остров нужно осветить. Он этот остров осветил. И на скале или на камне даже написал, что 9-й день августа 1855 года во славу Святой Троицы освящают от остров в честь предтечи и крестителя Спасова Иоанна, епископ Томский Парфений. Но надписи у нас на скале мы не нашли. Возможно, камень где-то в музее Притомской епархии. Но бумажная архивная запись об этом есть. А у нас об этом говорит икона, которая висит снаружи храма. И если вы с мостика шли и смотрели на храм, то там окошечко храма и икона красивая. Видели? Она Иоанна Крестителя снаружи. А говорит именно о том, что это место было освящено уже в середине 19 века за 60 лет до появления на этом острове первого храма. Эти постройки, которые мы видим и стоим около них, это храм уже второй восстановленный. Чуть позже расскажу, каким образом. Проходит время и 23 мая 1861 года служить сюда на Алтай. Почти знаковое событие для этого места. Приезжает молодой монах Макарий Невский в миру Михаил Андреевич Парвицкий. Он добрый, грамотный, сопричастный, открытый душой. Сразу влюбляется в наши горы, в людей, алтайцев, местных жителей. Учит алтайский язык, с людьми разговаривает на родном языке. Проповедует на алтайском языке. Переводит на алтайский язык молитвы. Разъезжает на коне по всем нашим лагам урочищем, где алтайцы разрозненно в те годы жили. Беседует с людьми. Новокрещенных он объединяет. Они строят, помогают друг другу дома, как бы к оседлому образу жизни привыкая. Лечит их Макарий своим даром. Был у него такой. И лекарства заказывает. Миссия ему присылает. Десять лет на Алтае Макарий прослужил. Но не только здесь, в Чемале был. Был в Чулышманском мужском монастыре. Был у нас такой. Далеко отсюда, на юго-востоке. В Лолинском женском монастыре. Это сейчас город Горноалтайск. А здесь в Чемале при нем строится несколько храмов. Три. Детский приют для девочек-сирот. Миссионерская школа. Двухэтажное, красивое было здание. Женская община. Здесь всегда была женская община. И сейчас она здесь есть. Монахини ухаживали за детьми. А сам Макарий любил бывать на этом острове. Этот остров местные жители Чемальцы долгое время звали островом Макария. Он уединенно на лодочке сюда приплывал. На сосну, что сейчас за храмом, колокольчик вешал. И очень подолгу и истошным образом молился. Иногда молитву заканчивал, а звезды уже были на небе. Поэтому оставался и мириады звезд отсюда смотрел. Но жизнь Макария сложилась так, как и должна была сложиться. С Алтая он уехал. Но все равно продолжал писать сюда матушкам нашим письма. Помогал в руководстве этой общины. И приезжал по мере возможности. И в письмах он отмечал, что он нигде не слышал Бога так близко, как на Катунском острове. Этот остров звали раньше Катунский в те времена. Потом остров Макария. Ну и Патмос это современное название. Я потом расскажу каким образом оно образовалось. Поэтому у вас есть возможность. Вы сюда пришли за знаниями. А знания это сила. Какие-то мысли можете послать в космос. Стоя здесь. Прийти в свои города. Кемеровская и Новосибирская области. Сделайте добрые дела для других людей. И я думаю, что ваши треба обязательно сбудутся. Ну а как сложилась жизнь у Макария. Макария после служения на Алтае становится епископом Бийским. Потом Томским. Потом Барнаульским и Томским. И с 1912 по 17 год митрополитом Московским и Коломенским. Интересная судьба человека. Вот так обычно говорят. И здесь в данном случае это точно. Он шестой ребенок. В бедной семье церковного притечника. Практически себя сделал. Ну самообразование, самовоспитание. Основное его качество, как говорили люди, это человеколюбие. Так относиться к нашим алтайским инородцам. С такой открытой душой. Полечить их. Азбуку он первую для них создал. Что-то невероятное. Русский монах для тюркского народа на кириллице. Конечно достойно только очень глубоко духовного человека. Последний раз Макарий здесь был в Чемале в 1916 году. И чтобы его порадовать, стали готовиться к этому моменту. Разобрали старый молитвенный дом в селе на берегу. Бревна на лодке переправили. Построили на острове небольшой одноэтажный светлый храм. Епископ Бийский Иннокентий Соколов на тот момент. Освящает его в четвертый раз в честью на богослова. И когда Макарий приезжает, он очень тронут. Что когда-то в юности на этом месте он так подолгу молился. Столько энергии набрал. Что хватило сделать благие дела и в Сибири. И даже в европейской части России он был митрополитом московским. Конечно это довольно таки очень хорошо. Монахини писали письма. И эти письма остались в архивах. И они отмечают, что когда Макарий приезжал, люди устилали цветами часть его пути через село, например, ушел. Или живым забором стояли с букетами в руках. И тут же дама в светском платье и в шляпке рядом молтает в шубе с запахом дыма. Но советская власть уничтожила в Чемале все. Ничего не осталось. Не осталось ничего от трех храмов, детского приюта, миссионерской школы и женской общины. Но все равно православие сюда вернулось и на этот остров. Каким образом? Интересный человек, москвич, фотограф Виктор Николаевич Павлов. В конце 80-х годов он путешествовал по Южной Сибири. Фотографировал старые храмы и иконы. Был у нас в Чемале. И здесь ему на глаза попадается старая черно-белая фотография этого острова и того первого светлого одноэтажного храма. Сопричастно Павлов относится к истории наличия на острове храма и решает, что он сможет это все восстановить. И у него действительно все получилось. Он сюда с супругой Гайной Степановной Павловой приехал на постоянное место жительства. Купили участки земли в этой местности. Тогда это можно было сделать. Сейчас уж такой зоне невозможно. Мостик перебросили в 1998 году. На месте современного этого моста был узенький, пешеходный. Мостик двигался. Ходили по шесть человек, держась за канаты. Храм восстановили в 2000 году. Можете посчитать, сколько времени этому храму. Освятили его в 2001 году. Епископ Барнаульский Алтайский Антоний освящал свои епархии. Тогда здесь еще не было. И храм снова зажил своей жизнью. Люди пошли, иконы повесли. Это место стало называться Иоанно-Богословским скитом Барнаульского Знаменского монастыря. Но сейчас, в современное время, это архиерейская подгорь и горно-алтайские епархии. Тогда, в Тепаловские времена, служили здесь матушки из Барнаульского Знаменского монастыря. Они приезжали сюда, где-то по месяцу служили, друг друга сменяли как бы вахтовым методом. И одна из них, Надежда, на какое-то время была настоятельницей Барнаульского Знаменского монастыря, любила сидеть на том берегу у воды, сейчас чуть позже пойдете, скалы эти увидите. Она наблюдала в свободное время за красотой рукотворной и природной. И как-то под вечер, в этом месте, где стоите вы, у нее случается видение Богородицы. Она очень эмоционально это все восприняла. Вернулась в Барнаул, все там стала рассказывать. И было принято решение сделать доступным образ Богородицы для осмотра каждому. Вызвалась это делать другая монахиня того же монастыря Филофея в миру Татьяна. Она скульптор. Она приехала, жила, молилась, смотрела. Но видение у нее не повторилось. Хотя понимание, что и как делать, к ней пришло. Решено было создавать на этой скале, которую вы видите. Это отвесная, самая высокая точка нашего острова, обращенная к юго-юго-востоку. От нижнего камня его видно. Делали такую лестницу деревянную, насколько это было возможно. Потом плетеную корзину из ремней. И канатами цепляли эту корзину за верх скалы. И она трудилась два сезона. С апреля по октябрь 2002-2003 года. Когда люди туда поднимаются, посмотреть на Божью Матерь поближе. Видите, там натоптано все. То они ощущают тот труд, который совершила эта Филофея. Трудности были не только, что у нее проекта не было. И сама она должна была все это создать. И то, что висело на скале два сезона, того не таки много. Еще и породы. Наши породы вот эти глиняные сланцы. Кристаллическая глина. Она очень хрупкая. Распадается на плиточки. Под ногами, вот по тропинкам ходите. Поэтому у нее сразу пару камней даже видно, откуда откололась и упала в Катунь. Но тем не менее, все равно образ получился невероятный, трогательный. Мимо пройти невозможно. Природная скала плавно переходит в рукотворный образ. А теперь наш храм. Храм на шуте маленький и новый. Иконостас у нас ручной работы из дуба Барнаульской иконописной школы. Но в храме есть очень интересные старинные иконы. Если были в храме, то это заметили. Одна из них Николай Чудотворца. Она с правой стороны темноватая до революционного письма Тобольского под вопросом. Еще одна икона, две иконы находятся с противоположной стороны. Это Божья Матерь Знамение Христос Содержитель. Эти иконы написаны на Алтае до революции. Висели в наших храмах. Люди молились, лучи не вставляли. Но потом прятали их в сыром погребе, в худшем случае на чердаках. Иконы затягивали, стемнели, веки меркли. И сейчас, находясь снова в храмах, постепенно, очень медленно идет процесс их самообновления. Икона Божьей Матери восстанавливалась в Барнаульском Знаменском монастыре. Матушки говорят, снизу вершило восстановление. За этой иконой тянется шлейф таких событий, связанных с деторождением. Считается, что она помогает супружеским парам в обретении детей, особенно бесплодных. Соседняя икона темной доской ее при открытии храма принесли. Хотели реставрировать, но в суете нового храма подзабыли. Потом обратили внимание, что она стала светлеть с нижнего правого угла, где золотой шар и рука Иисуса. И сейчас лик вы можете увидеть и положение рук, и даже цвета. У иконы есть обугленность, ее тоже видно с нижней части. Но это, скорее всего, от того, что раньше в наших храмах лучины вставляли прямо в раму иконы. Очень интересны и другие старинные иконы. Равноапостольная княгиня Ольги, Иоанна Богослова. Есть икона даже из Буденновска у нас, ну, современного письма Крестовой Божьей Матери. Совсем новые иконы Христофор, перешагивающий через бурлевый катун сразу справа, когда входите. И Пантелеймон Целитель, стоящий на этом острове в окружении Зеленой Катуми. И теперь, почему остров зовут Патмосом? Дело в том, что когда в 1915 году храм на этом острове был построен, матушки шутили. Они говорили, остров есть, богослов есть, вода есть, ну, пусть и Патмос будет. А Патмос — это греческий остров в Эгейском море, где когда-то будущий апостол Иоанн Богослов писал свое произведение «Апокалипсис» или «Жизнь после смерти». Получается, что матушки пошутили, а название закрепилось за островом. И сейчас даже местные жители говорят, пойдем, сходим на Патмос. Ну, вот все как бы вам по информации. Теперь вы можете пройти, туда можно подойти. Смотри, собрую везде. Смотри. 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 Ты видишь здесь обрывы заросшие. Да, круто. Вид шикарный, конечно. Да, это место обязательно надо посетить. Подожди, а где Япония? Внутри. А, вот она. Вот такая экскурсия у нас. Я думаю, это очень интересно. Внутри. 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 Вот. Где твоя эта… Ой, о-о-о-о-о-о. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. У-у-у-у-у. Годи. Здесь темно, ничего не видно. Сына. Никита, не качай. А то я это, снимаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Никита, смотри, беженевailable DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, деревья, глядя灣! Никита! Смотри, а не расшатывай Добрый разwang о богат platform Смотрите, 4 троса, смотри. Так это ладно, деревья конченые, деревья это так себе. Вариантов, а ты боишься, приколы. Ну а Патмосе, конечно, выше, да? Ты что, раз в три, наверное? А я и шел вниз, не смотрел. Нифига, там красотища, смотри. Красота здесь, друзья. Давай. Да шучу нет. Сын, ну ты и сыпло. Тропа там. Камышлинский лес какой-то. Ха-ха-ха-ха. Сын, а надо пешком, поди пешком. Я в папу руку куплю. Маленько куплю. Маленько куплю. Камышлинский водопад. Угу. Сын, а там коняшки, будь на коняшке кататься. Ух, вот. Надо было на обратном пути жрать. Ага, сейчас. Завтра спешку. Да, зимняя рыбалка. Смотри, форель. Да. Маленько куплю. Вот так вот. Маленько куплю. Маленько куплю. Маленько куплю. Поляночка прикольная По тропе до водопада 2860 метров 3 километра идти короче всего-то 33 километра Два идти прикинь Два идти прикинь Два идти прикинь Два идти прикинь Два Так друзья Вот такой у нас сегодня выпуск Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Всем пока